Раз уж я нахожусь в том месте, где по истории, в истории мы все знаем, в школе учились, что в 1240 году была Невская битва, где шведы пришли сюда, именно сюда, где я сейчас нахожусь, да, ребята, я не просто так сюда приперся. Невская битва была здесь, 1240 год. Чтобы всем накепать, Саша шел оттуда. И, судя по названию, вы уже, наверное, поняли, что, может быть, какие-то гадости я буду говорить про Александра Невского. Это возможно, потому что история невнятна, непонятна и неадекватна. Несмотря на то, что мы так любим и уважаем Александра Невского, считаем его... Господи, почему же считаем? Он святой, святой Александр Невский. Вон стоит церковь Александра Невского. Но, несмотря на все его хорошие, добрые и мудрые дела, есть мнение о том, что Саша Невский, не побоюсь того слова, паскуда, предатель, ибо он был не очень хороший человек. Было это или не было, давайте сейчас в этом покопаемся. Передача называется «Простым языком». Александр Невский – великий полководец, разгромивший шведов в 1240 году. Вот прямо здесь, там, где я стою. В 1242 году ледовое побоище. Немцы, всю армию немецкую под лед просто надо. В это же время, все в одно и то же время происходило. Золотая Орда, монголы, не то чтобы терроризируют Русь. Все, они уже здесь, они уже завоеватели. С ними приходится налаживать связь, какие-то дипломатические отношения, чтобы все ровненько было. Эх, какой Саша Невский. Угу, святой человек. У него нимб на голове, церковь, он стоит. Александр Невского, вон, посмотрите. Александр Невский. Тут недавно я читал, я подготовился к выпуску. Был опрос, кто самый крутой дядя. Кто, вы думаете, кто самый крутой дядя? Александр Невский. Просто, ребят, в истории, что мы знаем, когда мы в школе учимся? Саша Невский. Лучший полководец, лучший дипломат, лучший князь. Идеальный человек. Я не просто так нахожусь здесь, именно на этой локации. Ребят, это серьезное место, где я нахожусь. Река Нева, Ижора. Он впадает в реку Неву. Туда, Санкт-Петербург. Там Ладожское озеро. 1240 год. Чуть ли там не Папа Римский говорит, надо прийти на Русь и этих православных засранцев немножечко закатализировать. Там католики, мы православные. Делегировали все это дело шведам. Говорят, ребят, давайте-ка пулять вот сюда, на Ижору, и там по красоте все сделайте. Шведы сюда пригребли на своих одноместных подводных лодках и обосновались именно здесь. Это дело спалил какой-то мужичок, закинул весточку в Новгород. Об этом узнал Александр Невский. Он не стал темячиться, ерепениться. И сразу же собрал пацанов. И они сюда прискакали. Здесь, вот в этом именно пространстве, в этой точке, где я нахожусь, кайфовали, отдыхали, пока на расслабоне шведы. Александр Невский оттуда прибежал и всех их разлохматил. И как говорят летописи, с минимальными потерями всего лишь 20 человек, а то, гляди, и меньше, погибло с нашей стороны. С нашей стороны, да, Александр Невский, наш человек. И будто бы, а будто бы я говорю, потому что вся история это будто бы. Вот знать на 100% о каких-то фактах невозможно. Мы сейчас-то нихрена не знаем, что в мире-то происходит. А что уж было 800 лет назад. Будто бы Александр и получил свое прозвище Невский после сего мероприятия. И то, может быть, только лет через 200, 300, 400, 500. Мы не можем об этом знать. Мне, мне в детстве было по кайфу слушать про Сашу Невского. А знаете почему? Потому что я живу недалеко отсюда. Прикиньте, здесь Невская битва, серьезное мероприятие, которое младенец в курсе событий. А я живу буквально в двух километрах отсюда. Поселок Метлострой, моя родина, Металка. Недалеко от города, километров 20-25 до центра Санкт-Петербурга. Я с мамой сюда вот маленький был. Мы гуляли всегда вот до церкви Александра Невского. Там вы можете увидеть вдалеке, ну я сейчас сделаю монтаж, все будет по красоте, памятник Александра Невского. И я был школьником, я помню, мы с товарищем шли сюда, у нас было в руке повара Девилу. И мы шли на открытие этого памятника. Кайметов я видел своими глазами Кайметова. Певец Кайметов, ребят, ну вы что? Он пел здесь. Губернатор здесь был. Серьезное мероприятие, открытие памятника кому? Александру Невскому. Будучи школьником, конечно, я знал эту историю. О великом человеке и гордился, что вот мы, нация, Россия. Да, у нас были такие люди. Полководец, герой, дипломат, очень уважаемый, мудрый и чудесный человек, как мы знаем по истории. С годами ты растешь, становишься более мудрым, умным, бородатым, красивым, тупым и, что греха таить, сексуальным. Конечно, красивые истории, сказки, мифы, они должны присутствовать. Но можно взглянуть на Александра Невского с другой стороны. Другая версия, как на человека, который, может быть, бился здесь даже не со шведами. И, возможно, вообще эта битва была не такая значительная, как о ней говорят в истории. Может быть, а есть такие варианты, что здесь была стычка между русскими княжествами. Может быть, также есть такие варианты, что здесь была просто попойка между шведами и Русью. Они набухались и подрались здесь. Может быть. В истории шведов нет ни малейшего, ни одной строчки. Не написано про ту же Невскую битву. В русских летописях они говорят, что вот, был там Ярл Биргер, и ему там Саша Невский нанес какую-то травму лица, у него был шрам. А судя по истории шведов, в эти годы вообще не было таких персонажей. Они были в другие годы. Вся эта история о Невской битве, о Ледовом побоище, это может быть просто красивая сказка, которую придумали для нас, чтобы мы очень гордились своей любимой страной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулак Отсчерпаемые факты, нет. Как говорят, что церковь во время монголо-татарского нашествия было нормально. В те годы не трогали церковь. Время когда почти 300 лет мы были под гнетом, в то время это был расцвет церкви. Да хрен их поймет, что там они творили вообще раньше Мы сейчас-то не понимаем, что творится в мире И никогда в жизни мы и не узнаем, что сейчас творится А знать, что было 300, 200, 800 лет назад, да никогда в жизни Что здесь было? Попойка между шведами или русскими? Стычка беспонтовая, которую раздули до такого глобального мероприятия Мы никогда в этом жизни не узнаем Никогда даже не пытайтесь Если только не изобретут машину времени И мы не окажемся в этих шкурах, в каких были они тогда То есть в коже, кости, мясо, сухожилия Я про эти шкуры говорю В какой-то период времени классно подумать о том, что есть герой И ты в такой стране находишься А в какой-то момент классно понять, что все в округе это глобальное Сейчас я буду ругаться матом, потому что другого синонима мне не найти Что все это глобальное на... Извините, я предупреждал И ко всему к этому относиться серьезно, спорить И кто он там был? Хороший парень? Плохой парень? Это лишь всего лишь красивые догадки и истории Которые очень интересны нашему уму Решайте для себя сами, кто для вас Александр Невский герой Либо нехороший человек Солнышко, ох, хорошо-то как Видите, солнышко, я уже заканчиваю это видео Спасибо, друзья, что досмотрели видос до конца Если вам нравятся данные видеопроекты Напишите, что вам нравится И я буду читать то, что вы пишете И думать, ну, раз народу нравится Значит, я буду продолжать снимать это почаще Потому что мне нравится такое снимать Все Я думаю, что я все сказал Спасибо, до свидания Это я сказал сейчас на французском Спасибо за просмотр До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok